Задолженность по зарплате перед работниками Наринмар-строя будет погашена. Это станет возможным за счет продажи имущества обанкротившегося предприятия. С марта сельские аграрии будут оплачивать расходы на электроэнергию по льготному тарифу. Кроме того, специалисты, проживающие в окружных селах, могут рассчитывать на повышенную компенсацию за коммунальные услуги. Перенесли на осень. Срок ввода в эксплуатацию очистных сооружений поселка Искатели снова откладывается. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Центральная избирательная комиссия утвердила тексты и форму бюллетеня на выборах президента 18 марта. В бюллетень включили фамилии восьми кандидатов. Первым номером станет Сергей Бабурин. За ним по алфавитному порядку расположатся Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, а замкнет восьмерку Григорий Явлинский. У кандидатов указан год рождения, место жительства, место работы и должность, а также кто их выдвинул. Сведения о каждом кандидате занимают в бюллетене одинаковую площадь вне зависимости от объема информации. После утверждения текста избиркома регионов должны изготовить избирательные бюллетени. Бюллетени для обычных стационарных или переносных ящиков для голосования должны быть напечатаны на бумаге белого цвета плотностью до 65 граммов на квадратный метр. У бюллетеней для КОИБов плотность выше – от 80 до 100 граммов на квадратный метр. На лицевую сторону бюллетеня зеленой краской нанесут фоновую защитную сетку. На бюллетенях для КОИБа сетка будет на оборотной стороне. В правом верхнем углу бюллетеня предусмотрено место для специальной защитной марки – подписи членов участкового избиркома и печати. В бюллетене для КОИБа марка наклеивается на оборотной стороне в правом углу. К президентским выборам планируется напечатать более 11,5 миллионов бюллетеней. Они должны быть готовы к 7 марта, а для досрочного голосования в отдаленных районах и на избирательных участках за рубежом – к 25 февраля. Задолженность по заработной плате перед работниками Наринмарстроя будет полностью погашена. Администрация НАУ выкупит у предприятия административно-бытовой корпус, расположенный по адресу улицы Рыбников, дом 59. Сумма сделки составит чуть более 29,5 миллионов рублей. Эти средства акционерное общество направит на выплату задолженности заработной платы, пособий и процентов за просрочку выплат. Всего на эти цели требуется порядка 23 миллионов рублей. Остальные средства также будут направлены на оплату долгов обанкротившегося предприятия. На ближайшей сессии собрания депутатов НАУ будут внесены соответствующие изменения в закон о бюджете. Как пояснила в ходе заседания администрация округа начальник управления имущественных и земельных отношений Анастасия Голговская, площади здания будут использоваться окружными учреждениями и предприятиями, которые на данный момент арендуют помещения. В Рио губернатор НАУ Александр Цибульский сообщил, что механизм погашения задолженности перед работниками предприятия через покупку здания рассматривался с конца прошлого года. Мы действительно тянули долго, потому что, как я сказал, Минтруд разработал законопроект, который позволял бы нам региональными деньгами погасить задолженность перед гражданами. К сожалению, этот законопроект сейчас проходит сильные дискуссии в Государственной Думе, и, по всей видимости, в те сроки, которые мы для себя брали до конца февраля, мы не успеем, не войдет силы. Ну и непонятно вообще, когда перспектива, когда он будет принят. Поскольку у нас уже эта ситуация с задолженностью по зарплатам затянулась, у нас уже нет выхода, мы будем покупать это здание и гасить наши обязательства перед гражданами. Необходимость выкупа у Наринмарстроя административно-бытового корпуса повлечет за собой увеличение расходов окружного бюджета. Об этом на минувшем заседании администрации НАУ сообщила руководитель Департамента экономики и финансов Неницкого округа Татьяна Лагвиненко. По словам вице-губернатора, доходная часть региональной казны увеличится почти на 6 миллионов рублей за счет субсидий с федерального бюджета на поддержку региональной и муниципальной программ по формированию комфортной городской среды. Общая сумма расходов увеличится в текущем году на 59 миллионов рублей. Это связано в том числе с необходимостью выкупа у Наринмарстроя бытового корпуса. В Департаменту строительства ЖКХ и транспорта предусмотрено увеличение сикнований в 2018 году на 29 миллионов 522,1 тысяч рублей для достижения стопроцентной обеспеченности. Дефицит окружного бюджета вырастет на 53 миллиона рублей и составит порядка 2 миллиардов 75 миллионов рублей. Кроме того, в новой редакции закона о бюджете будет снижен верхний предел государственного долга с 7,3 миллиардов до 5,8 миллиардов рублей на 1 января 2019 года. Это стало возможно в результате сокращения долговой нагрузки на бюджет, которого удалось добиться в конце прошлого года и начале нынешнего года, отметила Татьяна Лагвиненко. Глава Ненецкого округа подписал закон о возврате льгот на электроэнергию для аграриев на селе. Платить по льготному тарифу окружные аграрии будут с марта. Нормативный документ, предусматривающий введение льготных тарифов на электроэнергию в два раза ниже экономически обоснованных тарифов на сегодня для сельхозтоваропроизводителей региона, был разработан по поручению главы региона Александра Цибульского и принят собранием депутатов в начале февраля в первом и втором окончательном чтениях. Напомним, сельхозтоваропроизводители округа оплачивали электроэнергию по льготному тарифу до 2017 года. С прошлого года льготный тариф для данной категории потребителей не устанавливался. Это в конечном итоге привело к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий сферы АПК. После чего в адрес главы региона поступило несколько обращений от руководителей сельскохозяйственных организаций. Александр Цибульский для решения данной проблемы поручил проработать вопрос о возможности применения льготных тарифов для сельских аграриев. Предоставление льготных тарифов для аграриев потребует выделения дополнительных средств из окружного бюджета – более 27 миллионов рублей. Льготой смогут воспользоваться организации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также крестьянские фермерские хозяйства. Все они должны являться сельхозтоваропроизводителями. Окружную компенсацию за коммунальные расходы на селе на зимний период увеличили. Напомню, соответствующий проект закона, инициированный главой региона, был принят окружным собранием депутатов также на минувшей сессии. Согласно документу, ежегодно в первом квартале года компенсация за коммунальные услуги для специалистов окружных сел будет повышенной. Ее стандартный размер будет умножен на коэффициент 1,8. Согласно окружному законодательству, специалистам, проживающим на селе, предусмотрены меры соцподдержки в виде компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере фактических расходов, но не более 1 200 рублей. В связи с тем, что затраты граждан на оплату коммунальных услуг в январе, феврале, марте существенно превышают затраты на данные расходы в иные периоды года, проект нам предлагается установить на постоянной основе в первом квартале коэффициент к размеру компенсации коммунальных услуг 1,8%. Реализация настоящего проекта закона потребует дополнительных ассигнований в размере 10 млн. 212 тыс. рублей. Законопроект будет распространять свое действие с 1 января текущего года. Это потребует дополнительно из бюджета округа порядка 3,5 млн. рублей, с учетом того, что получатели компенсации сегодня 1119 человек. Напомню, право возмещения затрат на коммунальные услуги и аренду жилья в соответствии с федеральным законодательством имеют педагогические работники. В Ненецком округе в перечень льготников по этой услуге включены также медики, фармацевты, ветеринары, руководители бюджетных учреждений, работники культуры и искусства, социальной защиты. Причем данное право сохраняется за жителями НАУ и после выхода на пенсию. В 2017 году на возмещение расходов по коммунальным платежам жителям окружных сел из бюджета НАУ перечислено более 20 млн. рублей, при запланированных 22 млн. Сдачу в эксплуатацию очистных сооружений в поселке Искатели снова перенесли. На этот раз до сентября. Напомню, строительство началось еще в 2013 году. Сдать объект стоимостью более 400 млн. планировалось еще два года назад, но воссы ныне там. Почему, расскажет Александра Литкова. Комплекс очистных сооружений площадью в 1500 гектаров и производительностью в 2500 кубометров в сутки состоит из производственного корпуса с двумя цехами биологической очистки, административно-бытового корпуса и вспомогательных объектов. Кроме этого, проектом предусмотрена модульная газовая котельная и сетка газопровода. Последние два объекта стали камнем преткновения. Ну, естественно, если вопрос сегодня с газом не решен, то, естественно, котельная там работать не будет. Естественно, они принимать ничего пока не могут. Поэтому, естественно, что перенесли на уже более, так сказать, весенние месяцы, где потеплеет. И планируется, значит, потом уже часть отходов направлять уже к ним туда. Приемный бункер. Так они начнут пуск и наладку. Пуск и наладочные работы займут около полугода. Для их начала нужно определить компанию, которая будет заниматься эксплуатацией очистных сооружений. Пока неизвестно, будет это ПОК ИТС или Ненецкая коммунальная компания. Сейчас на объекте никого из компаний подрядчика нет. А заказчик строительства, муниципальное казенное учреждение «Северное», от комментариев отказался. Недавно мы получили письмо с разъяснением, что в принципе, что в мае месяцы будут запускать. До этого вопросы решат все, я имею в виду, все технологии, которые возникают. И где-то в сентябре намечается уже задача эксплуатации окончательно. С октября прошлого года вывозом жидких отходов из поселка Искателей занимаются четыре управляющие компании. Основную нагрузку выполняет поселковая служба заказчика. Увеличился, скажем так, объем техники, которая привлекается ввиду увеличения транспортного пути до города, до очистных сооружений. Ну и, соответственно, увеличилось количество машин, которые привлекаются. Сейчас у нас работает порядка 11 автомобилей. 5 автомобилей, которые у нас на предприятии работают. И 6 автомобилей мы привлекаем подрядчиков. Очистные сооружения для поселка, как считают его жители, жизненно необходимы. С их вводом и эксплуатацией появится возможность активизировать строительство новых домов и социальных объектов, а также улучшить качество воды. Люди бы работали, и нам это насколько легче, если вот тут надо, предупрежали нас, что будет повышение. Мы сейчас будем платить, мы платим больше. А так было бы тут, мы бы меньше платили, уже не столько, сколько, ну вот сейчас платим. Сейчас уже платим почти 200 рублей за, ну как, ну закуп или как вот это считается там, почти вот это и сколько вот. Видите? Конечно, это накладно для пенсионеров. Даже если очистные все-таки начнут работать в полную силу, платить жителям придется ту же сумму, что и сейчас. Все потому, что в поселке нет общей канализационной системы. Проект ее строительства был одобрен и передан централизованному стройзаказчику еще в 2015 году. На его выполнение потребуется свыше миллиарда рублей. Александра Литкова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Сядут за парты вместо детей. Родителям выпускников из Неницкого округа предложили сдать единый госэкзамен. Сразу две выставки открылись в Неницком краеведческом музее. Одна из них посвящена головным уборам Неницкого народа, вторая, столетию Первой мировой и гражданской войн. 24 февраля родители выпускников Неницкого округа сдадут ЕГЭ по русскому языку. Экзамен будет проходить на базе первой школы в 11 утра. Подобная акция проводится третий год подряд. В 2016 году родители писали пробный ЕГЭ по математике, а в 2017 по русскому языку. Как сообщают организаторы экзамена, в единый день в акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации. Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день предоставляется общественникам, руководителям органов власти, представителям СМИ. На мероприятии можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места учеников, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена. В 2018 году сдавать итоговую аттестацию в регионе намерены 256 выпускников текущего года. Для сдачи ЕГЭ в Ненецком округе будут организованы пункты проведения экзаменов на базе 1-й и 5-й городских школ. Печора в огне. В Ненецком округовеческом музее открылась выставка, приуроченная к столетию Первой мировой и гражданской войн. Она подготовлена совместно с Национальным музеем Республики Коми. Впервые для широкой публики представлены малоизвестные и новые факты региональной истории. Документы и фотографии, личные вещи участников, детали воинского снаряжения, холодное оружие. Экспонаты, представленные на выставке, рассказывают о жизни Нижнепечорцев в годы Первой мировой и гражданской войн. По словам краеведов, количество дошедших до наших дней артефактов той эпохи достаточно скромное. В конце этого началась революция. И носить награды империи, которая исчезла, стало не очень удобно, а самое главное, потому что опасно. Изусин Ильич Кокин, который недавно ушел от нас, рассказывает историю, как у его дяди, который тоже был вырожден и крестовым медалью. Медаль сохранилась, а крест у него забрали. Забрали, потому что, сказали, царский орден, ты не имеешь права хранить. Впрочем, то, что удалось сберечь, бережно хранится в фондах двух музеев – Менинском краеведческом и Национальном музее Республики Коми. Например, вот эта походная аптечка была изготовлена в 1916 году, но, несмотря на свой столетний юбилей, сохранилась в полном комплекте. Это комплект холодной аптечки, который применялся в русской армии в период Первой мировой войны. Сама аптечка хранилась в этом ящике, он приспособлен для переноски, перевозки, и вот то, что выложено, скажем так, отдельно, это находилось в ней. Это комплект бинтов, например, перевязочный материал, шприц, такой довольно массивный, необычный, из комплекта Мигл, в данном случае с одной пока только, и комплект медицинских инструментов, таких довольно простых, которые необходимы и применялись в полевых условиях. Экспозиция уникальна тем, что здесь представлены новые сведения и обновленные материалы. Например, персональные данные об участниках Первой мировой войны из Ненинского округа. На сегодняшний день известны имена порядка 450 человек. В 2014 году у нас в музее проходила временная выставка, посвященная именно тематике Первой мировой войны. С тех пор, скажем так, многое изменилось, но не многое, конечно, а изменился тот материал, который мы располагаем. То есть, если, например, в 2014 году мы знали имена только примерно 250 участников Первой мировой войны, жителей будущего тогда еще Ненинского округа, то сейчас нам известно примерно 450 этих имен. То есть, почти в два раза больше. То есть, обновился, скажем так, научно-справочный аппарат, то есть, те сведения, которыми мы располагаем. Вторая часть экспозиции посвящена столетию начала Гражданской войны. Фактически, Гражданская война началась сразу после Октябрьской революции, то есть, в конце октября 1917 года. Ее начальный период можно назвать умеренным, поскольку никаких активных боевых действий в этот период не было, поскольку белое движение еще только формировалось, а оппоненты большевиков, меньшевики и эсеры надеялись захватить власть законным путем. Но после того, как большевики распустили учредительное собрание, как этот распуск произошел в январе 1918 года, меньшевики и эсеры поняли, что мирно власть захватить не удастся, и поэтому начали уже готовиться к вооруженному захвату. Выставка посвящена событиям Первой мировой и Гражданской войн. Несмотря на значимость и драматичность периода в истории России, долгое время не находило должного отражения в постоянной экспозиции и на временных выставках Ненецкого краеведческого музея. Выставка будет работать до 7 апреля. Иван Никонов, Людмила Сидейская, Вадим Носкин, Телеканал Север. Этнографическая мини-выставка «Все дело в шляпе», посвященная головным уборам ненецкого народа, открылась в фойе Ненецкого краеведческого музея. Она подготовлена в рамках года оленеводства, объявленного в Ненецком округе. На выставке «Все дело в шляпе» можно увидеть женские головные уборы, мужскую шапку канинских ненцев, ритуальную маску шамана и металлические украшения ненецких головных уборов. Ненецкая шапка – удобный головной убор, материалы формы которого удачно приспособлены к суровым климатическим условиям и кочевому быту. Головные уборы отличаются у каждой группы ненцев. Так, например, в зауральских тундрах носили шапку в виде капора, а в малоземельской тундре носили облегающую голову шапку с длинными ушами. Также очень много разнообразных головных уборов представлено от канинской тундры. Именно они являются уникальными в фондах краеведческого музея. «Шьют шапки, конечно же, из животного, которое называется северный олень. Северный олень используется, шкурка, это может быть либо пыжик, либо неблюя, либо пендука. Это разновидности шкурок, это телячьих шкурок именно, начиная от новорожденных оленья, ну и заканчивая трех-четырехмесячные». Для ненцев шапки являются индивидуальным предметом одежды, а это значит, что их не разрешалось передавать для ношения другим лицам, даже родственникам. Подобное к ним отношение объясняет тот факт, что для некоторых людей она служила хранилищем для духов помощников. Также ее использовали в лечебных целях при головной боли. Выставка продолжит свою работу до 19 марта. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...